Добрый вечер! В эфире Тагил ТВ новости в студии Александр Мешков. В начале коротко о главных событиях вторника. Цветы для Нижнего Тагила. Летом они станут украшением улиц, площадей и парков. Сейчас рассаду готовят в муниципальном питомнике. В режиме обсервации и всего две недели. Так будут работать загородные лагеря. Сейчас их готовят к летней оздоровительной кампании. В Нижнем Тагиле завершился седьмой всероссийский фестиваль-конкурс авторской песни «Возьмемся за руки, друзья», посвященный творчеству поэта Булата Куджавы. В город приехали 17 коллективов и 93 исполнителя. В режиме обсервации и всего две недели. В таком формате в этом году будут работать загородные лагеря. Сейчас их готовят к оздоровительному сезону. Приемка начнется в конце мая. Детали сегодня обсудили на городской оздоровительной комиссии. Загородные лагеря и смены дневного пребывания в школах, санаториях, турпоходы – неполный перечень возможностей для летнего отдыха школьников в этом году. Напомним, что в прошлом из-за пандемии коронавируса лагерь в санатории «Сосновый Бор» не работал. Отличники не ездили в Анапу в рамках областного проекта «Поезд здоровья». Да и загородных лагерей лишь три открылись. Этим летом загородные базы будут работать все, но в режиме обсервации. Количество смен – пять. Продолжительность каждой – 14 дней. Если мы принимаем решение, что сотрудники у нас будут выезжать за пределы учреждения, то они обязаны будут раздавать ПЦРы. Очень часто из этого надо будет постоянные деньги. Этот момент. Один момент. Второе требование, которое сегодня осуществует, что все работники загородных лагерей, которые будут работать в нашем учреждении, они должны быть обязательно привиты от ковида. И желательно, чтобы у них на момент заезда было уже две прививки. Особое внимание, как и в прошлые годы, уделено антитеррористической защищенности детей. Все учреждения у нас имеют паспорта безопасности. Везде работают кнопки тревожной сигнализации. Договоры на обслуживание заключены. На всех объектах обеспечена у нас ценностность периметрального ограждения. Функционирует система видеонаблюдения. Оборудованная КПП для сотрудников ЧОП. В загородных лагерях поправят здоровье порядка 6800 юных тагильчан. На базе школы и учреждений дополнительного образования будет создано более 50 лагерей дневного пребывания для 4000 детей. Еще 16 лагерей откроются при спортшколах для более 2500 ребят. Более 18000 отправятся в различные туристические походы и экспедиции. Согласно планам, различными формами организованного отдыха будут охвачены 80% детей Нижнего Тагила. Это 37 306 человек. Отдельно у нас вопрос касается программ отдыха и оздоровления. В этом году мы посвятили содержание программ воспитательного города и трудовой доблести и году медицинского работника, который в России объявлено, а также году писателя в Северской области. На финансирование летней оздоровительной кампании выделено почти 197 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Из них более 50 миллионов направлены на капитальные и текущие ремонты лагерей. Вопросов на сегодняшний день практически нет. Все необходимые меры предприняты, путевки распределены. Поэтому лагеря готовы. Сегодня последние штрихи. В любом случае акценты отдельные как на вакцинации, так и на сдачу ПЦРов сотрудниками лагеря непосредственно. И те ограничения, которые с этим связаны. Поэтому сегодня все в планном порядке. Мы готовимся с третьего часа начать работу в нашем лагере. Именно с 3 июня начнутся заезды в загородные оздоровительные лагеря на первую смену. В конце мая запланирована приемка каждого учреждения. В Нижнем Тагиле состоялась научно-практическая конференция на тему совершенствования законодательства о недвижимости. Актуальные вопросы осветили ученые-правоведы во главе с председателем Комитета Государственной Думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. У нас сейчас очень много изменений вообще в законодательстве о недвижимости. Именно вот прямо сейчас происходит. Вот прямо вот сегодня, завтра, послезавтра вступают в силу. Поэтому, конечно, очень важно, что мы с одной стороны сами расскажем, что происходит, с другой стороны послушаем коллег, выслушаем предложения. Я думаю, соберем достаточно много, будем реализовывать их. Не каждый из городов может вообще похвастаться в хорошем понимании проведением такого уровня мероприятий, такого уровня представительства. Практически из первых уст можно задать вопросы и получить на них конкретные ответы. Это здорово, это хорошо, и вы видите количество людей, которые сегодня пришли на мероприятие, пришли на встречу. Это говорит о том, что есть вопросы, на которые все хотели получить ответ. Среди обсуждаемых проблем – дачная и гаражная обнистия. Новые в законодательстве о государственной регистрации недвижимости. Рассмотрены изменения в законодательстве о жилье, практика защиты интересов собственников жилых помещений. Участие в работе научно-практической конференции приняли представители городских администраций и думы, многофункциональных центров, правоохранительных органов, руководители управляющих компаний и товарищей собственников жилья, садоводческих товарищей и гаражных кооперативов, юристы предприятий. О том, какие вопросы поднимались на конференции, председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Коршенинников, расскажет в программе «Факты в лицах». Смотрите сразу по окончании выпуска новостей. Чтобы праздники без происшествий. В пятницу в тагильских школах начинаются последние звонки. В их преддверии прокуратура Дзержинского района проводит проверки, как в учебных учреждениях организована пожарная и антитеррористическая безопасность. Акцент на последнюю в связи с трагедией в Казани. Сегодня инспекторы различных ведомств осмотрели 70-ю школу и лицей. В целом школы исполняют требования об обеспечении безопасного пребывания детей, охраны жизни и здоровья. А именно в школах имеется физическая охрана, осуществляемая частная охрана организацией, имеется видеонаблюдение, территория школы огорожены, также имеются тревожные кнопки, которые по результатам проверки установлены, что находятся в исправном состоянии. Комиссия проверила, кто следит за соблюдением безопасности в школах, как работают кнопки тревоги в Росгвардию и извещение о пожаре, наличие средств пожаротушения, пути эвакуации. Работникам прокуратуры предстоит изучить предоставленные документы, позднее будут приняты решения об устранении выявленных нарушений. Проверки на этом не закончатся, обойти планируют все школы Дзержинского района. Цветы для Нижнего Тагила. Летом они станут украшением улиц, площадей и парков. Сейчас рассаду готовят в муниципальном питомнике. Сегодня в тепличном хозяйстве побывали депутаты постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству городской думы, где обсудили планы озеленения города. Петунии, сальвия, бархатцы разных видов подрастают в тепличном хозяйстве еще с советских времен, именуемого гордзеленхозом. Семена закупили в соответствии с утвержденным дизайном клумб, чтобы каждого вида было достаточно. Поливаем каждый день. Температура в теплице тепла, то есть сейчас им достаточно тепла. Когда было холодно, старались держать температуру градусов 18. В питомнике, который ныне относится к службе экологической безопасности, расположены 10 теплиц. Они многие годы находились в запустении. Сейчас восстанавливают одну теплицу, на которой были выделены бюджетные средства. На площади 80 гектаров подрастают лиственные и хвойные культуры. Их высаживают в городе, в том числе на замену отжившим свое кустов и деревьев. Муниципальное задание предприятию было включено в содержание обслуживания ряда территорий парков города, а также работы по высадке цветочной рассады. Сегодня питомник посетили депутаты постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству городской думы. Здесь они обсудили планы озеленения Нижнего Тагила. Мы знаем, что у нас 70% тополей в городе уже находятся в аварийном состоянии, требуют замены. Плюс с учетом реконструкции улиц, расширения дорог, тоже необходимо производить компенсационные посадки. И вот с учетом этого как раз и нужно составить программу. Банально, сколько ив, сколько яблонь, сколько рябин, сколько кедров, сколько елей потребуется на ближайшие 5-7 лет. Мы давно уже говорим о том, что зачем мы отдаем деньги на закуп другие города, когда нам приезжают садить и потом на условиях конкурса еще теряем, когда из тех 8 миллионов, которые мы разыгрываем тендеры на цветы, потом остаются 4 и неизвестно, что нам поставляют. Это здесь те люди, которые, наши тагильчане, которые будут заниматься выращиванием этих же растений, которые будут отвечать, их обслуживать, за ними ухаживать. В июне цветочная рассада из муниципального питомника станет украшением парков и улиц Нижнего Тагила. В городском дворце детского и юношеского творчества прошел форум тагильских отрядов российского движения школьников «Мы из города трудовой доблести». Участники подвели итоги работы за 2020-2021 учебный год. Шесть лет назад такие же юнтовцы-активисты участвовали в большом проекте «И помнят мир спасенный», посвященный 70-летию Победы. Дети писали очерки, статьи, хронику о своих бабушках и прабабушках, которые трудились в годы войны. Эти истории не пропали, они получили новую жизнь. И вот удивительная женщина, которая все это собрала, сохранила, и издала книгу, и сегодня вручает книгу нашим юнтовцам и их педагогам. Правда, они уже взрослые, им стало на пять лет больше. Но это удивительный, уникальный момент. Автор-составитель книги «Детство, опалённое войной» Ариадна Клементьевна-Марача, председатель Нижнетагильского отделения общероссийской общественной организации «Дети войны», много лет занимается патриотической деятельностью. Истории из ее книги ей особенно близки, ведь войну ей не было и десяти лет. Мы написали такие замечательные работы, что, честно говоря, нам учитали глаза, глаза на лёд-вышественные. Итоговый форум тагильских отрядов РДШ за 2020-2021 год посвятили присвоению Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». В торжественной обстановке в ряды движения приняли 50 юных тагильчан, а самых ярких и инициативных активистов наградили грамотами и кубками. В Нижнем Тагиле завершился седьмой всероссийский фестиваль-конкурс авторской песни «Возьмёмся за руки, друзья», посвящённый творчеству поэта Булата Акуджавы. В город приехали 17 коллективов и 93 исполнителя из Удмуртии, Крыма, Пермского края, Ростовской, Иркутской, Тульской и Мурманской областей. О фестивале Юлия Полева. Булат Акуджава, один из ярчайших поэтов страны, провёл в Нижнем Тагиле несколько детских лет и потерял отца. Уже традиционно майские дни в нашем городе считаются Акуджавскими. После прошлогоднего перерыва публика вновь собралась послушать стихи и песни автора. Значительная часть его творчества связана с войной. Тагил как-то ассоциируется с танками и прочими достаточно серьезными вещами. Когда вот сюда пришёл фестиваль, ощущение какой-то трепетности в отношении к прекрасному, оно в этом промышленном, рабочем городе очень чувствовалось. Поэтому спасибо в первую очередь Нижнему Тагилу, спасибо его жителям, спасибо за вот такое трепетное отношение к Акуджаве, к памяти о нём. Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землёй убушует весна. И шагом неверным по лестничке шаг, и спасения нет. Лишь белые вермы, как белые сёстры, глядят тебе вслед. Литературно-музейный центр дома Акуджавы отремонтируют в этом году. Работы планируют начать уже в ближайшие две недели. Сделают объёмную подсветку здания, а вокруг разобьют парк. Как подчеркнул замглавы Валерий Суров, главное – сохранить в памятнике архитектуры атмосферу ушедшей эпохи. Когда был парк, сквер, рядом с домом, там стояла театральная сцена, если вы помните, деревянные скамейки были, небольшая была роща такая росла в округе. И, в общем-то, по вечерам там загорались тагильчане, пели песни, играли музыку, и это было здорово. Фестивальные мероприятия завершились творческой программой актёра театра и кино Вениамина Смехова. Он был хорошо знаком с Булатом Акуджавой. Рассказал зрителям интересные истории жизни поэта, прочитал любимые стихи и немного порассуждал о культуре. Подсчитывается в статистике, сколько бедствующих людей в стране, как ползут цены там и так далее. Но про это, может быть, никто и не знает, и не должен знать. Но зато все знают и откликаются на культуру. Имена Чайковского или Уродского, Высоцкого, Акуджавы, Стравинского, Набокова – «Вот это и есть то, к чём мы сильнее всех». Песня с Урала меня подружила, И петь для Урала я раб, Который уж год я в гостях утогила, Тагил для меня стал как брат. Далее «Факты в лицах». Разговор с председателем Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павлом Крошининиковым. Спасибо, что смотрите нас. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok